Минск-2 Мы сегодня имеем Минск-2. Самые серьезные договоренности с начала конфронтации на Юго-Востоке. И первый раз за все это время серьезные стороны принялись выполнять эти договоренности. Посмотрите, какие факты мы сегодня имеем. Перемерие соблюдается. Тяжелая техника ДНР и ЛНР отводят. Практически эта операция завершена. Киев без особого желания вынужден выполнять эти условия тоже. Очередной этап, самый сложный, это политический блок договоренностей. Киев официально не может сегодня допустить, чтобы они в ближайшее время, как это записано в Минске-2, приступить к реализации политической части этих договоренностей. Почему? Только по одной единственной причине. Если они отвяжутся от воинственной риторики, если Киев не сможет дальше доказывать свою боеготовность и выполнять свои обещания перед Соединенными Штатами Америки, перед разными европейскими странами, что они смогут ЛНР и ДНР обратно присоединить к Киеву, у них единственная задача и возможность остается каким-то образом найти причину, как сорвать Минск-2. И заметьте, почему сегодня они говорят о летальном оружии, о том, что им необходимо это вооружение. Первое, они не спеша будут добиваться этого, потому что у них еще армия не боеготова. Они еще это летальное оружие не смогут использовать. Они даже не могут пользоваться сегодня тем вооружением, которое уже там есть, американским и европейским вооружением, потому что они потерпели крах два раза. Мощнейший крах, еще раз скажу, под обещаниями того, что они смогут задавить ДНР и ЛНР в августе 2014 года и, естественно, Дебальцево. Посмотрите, в каком капкане они оказались. Если они приступят к политическому блоку, повторюсь еще раз, то, по моим прогнозам, в Киеве будет очередной Майдан. И без всякого сомнения, что там произойдет еще одна революция. И вот здесь, внимание, что здесь важно. На мой взгляд, неминуемо это еще раз, повторюсь, да? Но если это произойдет, Соединенные Штаты, некоторые европейские страны, которые не участвовали в Минск-2, не готовы сегодня представить кандидатуру, которая смог бы сегодня очередной раз занять вот такую воинственную позицию, нацистскую и фашистскую, которой занимается сейчас та власть, которая там. Потому что эта власть, очевидно, уже теряет авторитет и в западной части Украины, в Киеве. Без всякого сомнения, ДНР и ЛНР их никогда не примет. Но все-таки подходит вот такая черта, вот такой рубеж. Все равно они эту ситуацию не вытянут. И посмотрите, какой миф существует. Вроде бы все стороны хотят этого мира. Но нет, очевидно, не хотят, потому что Соединенные Штаты Америки, без них получается, что реализуется мирный план. Как же так? В Минск приехали смелые люди. Это очевидно абсолютно. Меркель, Алланд, естественно, Путин. Конечно, не могу такой сказать о Порошенко. Он вынужден был приехать, это тоже абсолютно очевидно, да? Потому что Соединенные Штаты сказали, что обязательно там надо присутствовать. Воля которой была проявлена со стороны Алланд и Меркель, которая в первую очередь связана с тем, чтобы в европейские части уже каким-то образом не укнулась вот эта вся война, которая идет сейчас в Киеве. После того, как они почувствовали, оказались там. Но там не было Обамы, там не было председателя Соединенных Штатов.